В этом уроке мы познакомимся с таким основополагающим понятием, как файл. На компьютере вся информация представлена в виде файлов. Файл – это поименованная область данных. Давайте посмотрим на эти файлы на конкретном примере. Для этого откроем меню диска и нажмем на учебную папку. Появится уже знакомая нам учебная папка. В ней содержатся как другие папки, так и различные файлы. Вот, например, файл с именем домик. Вот это файл, это файл, это тоже файл. Все это файлы. Имя файла состоит из двух частей. Это, собственно, имя файла, ну, например, список. И расширение. Эти две части разделяются между собой точкой. Но в данном случае мы этого не видим. Мы видим только имя. Потому что операционная система Windows автоматически скрывает расширение. Вместо этого она предлагает нам значок. То есть, раньше мы определяли тип файла по расширению. А сейчас предлагается сделать по значку. Но этот значок присваивается файлу именно в соответствии с расширением. Чтобы все это понять, необходимо совершить некоторые изменения в системе. И заставить Windows отобразить эти самые расширения. Сейчас я это все проделаю. Вам рекомендую просто наблюдать и ничего не предпринимать. Итак, я меняю настройки Windows. И заставлю операционную систему показать нам эти самые расширения. Убираю здесь галочку «Скрывать расширение». И щелкаю «Ок». Итак, после этой манипуляции мы видим, что имя файла поменялось. И теперь оно разделяется точкой и состоит из собственной имени и расширения. Например, домик.бмп. Бмп и есть расширение файла. Или заявление.док. Док и есть расширение файла. Список .txt TXT – это расширение файла. Именно в соответствии с расширением операционная система присваивает файлу определенный значок. Расширение определяет тип файла. То есть говорит в системе, что это за файл. Картинка это или текст. Или это видеоролик. Может быть музыка или фотография. Это все разные типы файлов. Соответственно, имеющих разное расширение. Чтобы понять это более подробно, давайте зайдем в папку фотографии. И посмотрим, какое расширение у фотографии. Совершим двойной щелчок левой кнопкой мыши по папке фотографии. Откроется папка фотографии. Здесь обратите внимание. Все без исключения фотографии имеют расширение jpg. Windows понимает это расширение и присваивает файлу определенный значок. В данном случае это просто миниатюрная копия этой фотографии. Как я уже сказал, имя и расширение разделяются между собой точкой. Как мы видим, расширение, как правило, состоит из трех букв. В случае с фотографией расширение jpg. Запоминать вам все это не надо, но представление об этом обязательно нужно иметь. Это нам очень пригодится, когда мы перейдем к теме сохранения документов. А теперь давайте посмотрим на расширение музыкальных композиций. Для этого мы вернемся назад, нажав на кнопку назад. Один раз левой кнопкой мыши. И откроем папку музыка. Также двойным щелчком левой кнопкой мыши. Посмотрите. Расширение музыкальной композиции mp3. mp3. То есть сначала имя, потом точка, а потом расширение. И операционная система Windows понимает, что этот файл является музыкальной композицией. И присваивает ему соответствующий значок. По этому значку нам предлагается определить, что это за файл. То есть, посмотрев на значок, мы понимаем, что это музыкальная композиция. Сейчас я верну все настройки по умолчанию. Верну стандартные настройки. И вы посмотрите немного другими глазами на файлы. У вас именно такие настройки и стоят. При стандартных настройках операционная система не отображает, не показывает нам эти расширения. Она их скрывает. Мы просто видим имя. Mozart, Symphonia 40. И все. Как нам понять, что это музыка? Ну, понятно, что Mozart, Symphonia 40 по названию в принципе можно как-то определить. Но тем не менее, определяется это именно по значку. Значок присваивается этому файлу в соответствии с его расширением. На самом деле, основных расширений файлов не так уж и много. С большинством из них, скажем так, с самыми популярными, мы со всеми познакомимся. Делать это будем постепенно на протяжении всего курса. А сейчас нажмем кнопку назад и вернемся в нашу учебную папку. Итак, повторю еще раз. По умолчанию, то есть при стандартных настройках, Windows не отображает эти самые расширения, а предлагает нам определять тип файла по значку. Что здесь важно заметить? Значки могут быть немного разные на разных компьютерах. То есть, например, на моем компьютере у документа заявления вот такой значок. На вашем компьютере он может быть немного другой. Это зависит от того, с помощью какой программы открывается этот файл. Например, у меня это программа Microsoft Word. И программа Microsoft Word имеет вот такой значок. А теперь, чтобы нам не запутаться, мы подведем итоги. Из этого урока мы должны усвоить, что вся информация на компьютере представлена в виде файлов. Файл имеет имя и расширение, которые разделяются точкой. Например, заявление. Заявление. Заявление .doc Заявление – это имя файла, а док – это расширение. В соответствии с расширением система автоматически присваивает файлу определенный значок. В данном случае такой. А расширение скрывает. В результате мы имеем такой вид файла. Имя и значок. И уже по значку мы должны определять, что за тип файла перед нами. На протяжении всего курса мы будем работать с файлами. И к концу курса вы без труда сможете распознавать основные типы файлов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...